привет всем меня зовут евгений сегодня вам расскажу немного химофобии но прежде всего многие кто из вас прочитал программку обратил внимание на это слово если вы не химик конечно что же такое химофобия сегодня вы тоже говорили о том что там первое представление о слове давайте теперь все закроем глаза вот и вообразим самое яркое что он приходит первое в голову на слово химия есть химия химия но я думаю что некоторые из вас можно открывать глаза представил там бытовую химию но тут кто домохозяйка там какая-нибудь да кто-то представил что-то вредное из еды там знаете говорят на какие-нибудь там мивину о фу это химия кто-то представил себе злобных химиков у которых что-то постоянно взрывается что-то там химфак каратина опять что-то подорвал делать какие-то бомбы и так далее кто-то представил своего школьного учителя что там какой-то непонятный предмет что-то непонятно происходит и давайте реально вспомним перенесемся обратно в школу ну кто-то кто-то по пространству кто-то еще и по времени и вспомним что наши уроки по химии во многом происходили следующим образом звук есть а звук можно ладно на хорошо в общем никому не понятно нет выключен звук но хорошо да все надеюсь видели это видео когда-нибудь да вот но дело в том что здесь никто не понимает что происходит на уроке химии все говорят что всем непонятно и вскоре из этих людей вырастают люди которые думают о химии приблизительно такое да вот проблема в том что слишком многие боятся химии и никто зачастую не вспоминает что химия это достаточно полезная наука что она дала нам множество лекарств которыми мы лечимся дала нам множество красителей дала нам множество разработок пищевой химии разные удобрения и так далее которые помогают нам в сегодняшней жизни большинство из вас сейчас носит синтетику это химия вот очень 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 большая истерия заходит насчет химии тогда когда что-то касается питания ну например вот такую картинку я ставил не случайно дело в том что 2011 год был объявлен годом международным годом химии который был посвящен борьбе схемофобий то есть сбой из нее химии до системы моей лекции кто из вас слышал о том что 2011 был годом международным годом химия но смотрите да то есть год со своим назначением принципе справился можно сказать раз так много из вас об этом слышали вот в паблике discovery несколько лет назад я нашел вот такую табличку с вредными вещевыми добавками думаю многие из вас эти добавки видели я хочу обратить ваше внимание немножко на графу очень опасная да там вот есть такие прекрасные добавки какие 510 и 527 одна из них это вот помните вы теряете сознание вам подносит ватку с резким газом да вот это аммиак и вот одна из этих добавок это аммиак дело в том что очень большая сирена это на этот повод не совсем обоснована потому что аммиак в качестве пищевой добавки во-первых используется в очень маленьких концентрациях во-вторых не то чтобы он как-то сильно влиял на наше здоровье в таких концентрациях вернее он вообще никак не влияет но адептам какой-то боязнь хими химофобии может показаться очень каверзным то что опасная очень опасная добавка мяк и 510 попадая в наш желудок связывается там с кислотой которая желудочном соке до содержится соляной и превращается в другую очень опасную добавку таким образом это некий такой реагент два в одном очень опасный на самом деле конечно можно говорить что пищевые добавки группы е они опасны но я хочу подчеркнуть то что в тех концентрациях которых они используются большинство из них используются в наших пищевых продуктах они не опасны да есть многие там канцерогены и так далее однако реально они уже запрещены и они в этом списке есть но все же очень многие здесь очень понапрасну если обратиться к природе природа также содержит много пищевых добавок е например обыкновенное яблоко я сейчас хочу попросить вас обратить внимание вон на тот первый столбик там е-330 лимонная кислота все знают что такое лимонная кислота обычная когда делаем тесто обычно добавляем ее в тесто ну кто домохозяйка на вот не домохозяйки можете не не делают так и не знаю я не домохозяйка и не добавляю вот просто запомните что е-330 это лимонная кислота лимонная кислота на самом деле является очень важной пищевой добавкой в том смысле что это очень важное для нас вещество если кто-то учил в более высоких уровнях чем школа биологию либо химию либо биохимию либо что-то подобное либо просто читал википедию знают о том что есть такой цикл трикарбоновых кислот называется еще цикл крепца и лимонная кислота является одной самой важной из тех что там есть и говорить о том что она вредна в качестве пищевой добавки но было бы глупо ну потому что опять же это добавка в той мере как какой она находится в той концентрации которая находится пищевых продуктов она вообще никак не вредит на волне вот этой вот опять же массовой истерии в 70-х годах появились тролли которые взяли извратили всю таблицу пищевых добавок вот давайте найдем здесь е-330 нашу в этой табличке е-330 лимонная кислота обозначена как очень опасная и канцерогенная конечно все сразу производители начали думать сейчас же народ это посмотрит и начнет кричать о том что это фу это все очень плохо очень много на самом деле на это повелось и очень многие из-за этого стали есть так называемый organic food которая кстати то есть выращенная без всяких химикатов и так далее но об этом чуть чуть дальше она к organic food тоже содержит химические вещества как и все вокруг еще раз все дело лишь концентрации все ядовито но только главный вопрос какой степени это ядовида например если вы выпьете ведро воды 10 литров вы умрете если вы съедите 700 грамм сахара вы умрете если вы съедите 200 грамм соли обычной поваренной соли кухонный да вы умрете если вы помните что такое медный купорос это такая штука которая вы разводите водой а потом на даче белите но не белите опрыскиваете деревья для того чтобы на них всякие жуки не ползали такая синие кристаллы если вы сидите его 5 грамм вы умрете то есть опять же все ядовито в принципе но главный вопрос именно в концентрации этого вещества в том сколько вы его съедите таким образом таким образом вот это вот непонимание что ядовито а что нет незнание химии привело к тому что опять же в те же 70-х начале 80-х годов была очень распространена такая информация о ником химикате который цитирую используется в производстве как растворитель и хладагент он используется в ядерных реакторах он используется в производстве пенопластов производстве пестицидов в искусственных пищевых добавках он является основой кислотных дождей он ускоряет коррозию длительный контакт с этим реактивом с этим химикатом его твердой форме приводится к серьезным нарушением кожного покрова а в его газообразной форме он приводит к сильнейшим ожогом в дыхании даже небольшого количества это химиката грозит вам с темнотельным исходом более того не известен ни один человек который смог бы пережить без этого химиката 168 часов он такой сильно вызывает зависимость ни один известный очиститель не способен очистить полностью воду от этого химиката вот к вам вопрос а вы бы запретили такой такой реактив кто бы запретил да ну да я думаю этот реагент назывался дегидроген монооксид и многие догадались что это вода вот но тем не менее на фоне вот этой статьи которая появилась газете в то время как раз проходили выборы в сенат сша и один из будущих сенаторов построил свою предвыборную кампанию на том чтобы запретить этот реагент были транспаранты против дегидроген монооксида и так далее когда это весь обман раскрылся понятно что сенатор никуда не попал что на ним потом все смеялись но история ничему не учат людей 2007 году в новой селандии произошло то же самое то есть был опять один поэтик который насчет вокруг этого построил всю свою предвыборную кампанию ну что ж вот поскольку у людей очень устойчивая ассоциация с тем что химия это плохо начали внезапно выпускать в конце прошлого века различные продукты различные различные различную пищу различные напитки так называемый chemical free да то есть который не содержит химических веществ я вам хочу напомнить что все что вы видите вокруг состоит из химических веществ и сами химические вещества смеси химических веществ да все что содержится вас это химические вещества вот эту фоточку сделал я сам четыре года назад на тапочек в харьковском метрополитене здесь напомню но если кто не видит или непонятно здесь реклама спрея для носа который не содержит химических веществ мы если честно с одногруппниками долго думали как же он тогда работает уже там задумывались насчет электронного пучка который изгоняет все эти сопли из нашего носа до антиматерия антиматерия это тоже химическое вещество только антивещество но тем не менее также сейчас уже это немного по утихло но вот странах снг достаточно много много различной информации некоторое время назад я видел о том что бывает такое что вам звонят дверь вы открываете дверь там такие стоят дядечки в с портфелями в галстучках и спрашивает вас а не хотите ли поговорить с нами о воде вот и значится они берут говорят дайте нам стакан воды у которой вы пьете и вот наш стакан воды опускают в этот стакан в эти два стакана специальный приборчик в вашей воде появляется коричневая жижа в их воде не появляется ничего и говорят вот у нас есть очиститель для воды который превращает плохую воду в стакане 2 в хорошую воду в стакане 1 и продают за какую-то баснословную сумму что-то около 40 тысяч гривен и так далее ну что-то около того я раскрою вам секрет справа хорошая вода слева плохая слева вода которая называется дистиллированной водой она не содержит в идеале никаких нет химические вещества она содержит это вода h2o это химическое вещество она не содержит никаких микроэлементов то есть никаких там ионов натрия хлора гидрокарбонатов если вы возьмете любую воду повернете там состав все эти этих микроэлементов всех этих ионов указан хорошего да та которая содержит эти микроэлементы плохая вода это дистиллированная вода она их не содержит это значит что если вы будете пить она будет вымывать из вашего организма все эти микроэлементы если у вас недостаток какого-то там магния или чего-то еще вам станет еще хуже если вы будете пить вот такую воду кстати ее цвет обуславливается тем что поместили воду обычный электролизер те кто разбирается в машинах и в химии я думаю знают что такое дело просто пропускают ток и происходит химические электрохимические процессы на электродах этого электролизера и если микроэлементы есть значит она должна краситься в такой цвет то есть это вода хорошая на самом деле вот поэтому я призываю вас думать прежде чем попадаться на какую-то научную профанацию думать прежде чем выкладывать какие-то большие деньги или верить во что-то чего вы точно не знаете и перед тем чтобы решиться что-то нужно проверить это ну в частности нужно проверять разные мифы там структуре воды о памяти воды и о живой и мертвой воде да очень много про воду любят ну на этом пожалуй я закончу спасибо за внимание а у и и